Всем добрый день! Я тут маникюр, макияж небольшой навела. Дианусик, ой, висит, висит, уже просохла, и всё никак. Всё, ленюся, мужа нет, так у меня здесь ничего не деланья. Ну, на самом деле, это не совсем правда, потому что... Нужно не деланья, надо только и делать, чтобы всё делать. Потому что я вот с утра здесь помыла. Минущ, песня, ему надо быть, это, певцом. Я пью кофе, Диана это, покидает. Так, сейчас здесь поставлю. Миношек, Диана, ты с ключами? Ты с ключами? По-моему, да. Нет, по-моему, мне не это. Всё, давай, удачи тебе. Быстро закрыла, быстро, быстро, быстро. Всё, Минош, всё, 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 мой дружок, всё закрыто. И не знаю, Минош, что тебе надо? У тебя есть всё. Вся квартира принадлежит тебе. Да, салон закрыт, да. Но я не открою, потому что там мои рабочие вещи. Он лазит везде, понимаете? Лезет туда, в мои... Все тетради, талмуды, всё, всё. Начинает там вот это разгребать. Вот, проходи, разребай здесь. Помыть, помыть, смотрите, как лежит. Вот так вот, да, Мася лежит? Голова должна быть на подушке. Всё. Вот, отдыхай, ложись. Глянь, здесь солнышко. Но ему солнышко не надо. Кресло. Кровать. Стул, шкаф. Минош, выбирай. Сэ, чал. Тут тебе корм, тут тебе вода. Ну, что ещё надо? Что? Всё есть. Блин, Дианка не берёт. Ей же выдали вот такую карту. Халкбанк. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания. Ну, у нас вот так вот Диана тут торопилась. Макияж делала. А вот эти свои, эти оставила. Ну, как бы, борись, не борись. А исход один и тот же. В общем, не важно. Вот, вот такая. Татьянка, ну, хоть и себе покупала. Ей дали в подарок. А, там на наборчике шла вот такая вот пилочка. Вот, Халкбанк. Вот такая вот генч-карта. Что с ней делать? Мы, к сожалению, так ещё и не выяснили. Здесь вот всё. Ну, вот как банковская, да? Вот как обычная банковская карта. Тоже. Кемлик бросила. Это всё бросила. Не понимаю, как без кемлика выходит. Ну, и понятное дело, что у неё там университетские документы есть. Но всё равно. И на шостик. Всё, мама собирается. Я тоже ухожу. Покидаю квартиру. Поэтому оставляю. Вас шифтали тут за главными. Тут вам будет в помощь помог. Молодец. Молодец. Всё усаживается. Всё. Я тоже ухожу. Мне нужно кое-что в городе. У меня там встреча с девочкой. Поэтому. А потом Диана подъедет после универа. И мы ещё пройдёмся. Короче, будем ходить, ходить и ходить. Собралась. Вроде бы быстро. И ничего там не это самое. Сейчас, секунду. Всё ли я взяла? Я там думаю. Это как будто бы всё. Ох. Вечно что-то как-то. Вроде быстро, 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 быстро. И получается медленно, медленно, медленно. Что-то делаю, делаю, делаю. Но не знаешь что. Какая-то суета, суета, суета. Дианка ушла. Мне ещё было 20 минут. Но мне пришлось там эти, джинсы прогладить. Надела одно. Встаю, смотрю, думаю. Боже, как это я такая толстая стала. Думаю, надо джинсы переодеть. Тогда я не буду такой толстая. Точно переодела. Похудела. Как мне показалось. И всё. Так, что можно с коротким рукавом ходить или нет? Сейчас, секунду, я тут гляну что-то в сумке. Тату я проверю. А то, что я такая, слушайте, могу и кошелёк забыть. Потом буду там непонятно что делать. А у меня в кошельке и карта проездная. Поэтому его забыть нельзя. А я же целую неделю не выходила. Да, я там сделала рюкзак, купила. И, естественно, кошелёк положила там в ящик стола. Ну, зачем о нём помнить? Хорошая погодка, но рискованная. Рискованная. Вот я сейчас иду с коротким рукавом. Но чувствую, что ветер такой, знаете, прохладный. Поэтому нужно, наверное, надевать кофту. И чтоб не было вот это вот, соплей. Кофту-то я взяла. Сейчас зайду на трамвайную остановку и её надену, потому что трамвай сейчас, наверное, кондёры там включают так, что буду сидеть соплями до колен. Ну, сегодня уже октябрь какое-то, какое-то число, я не знаю, четвёртое, пятое. Как не работает... Слушайте, так числа забываю. А как работает, так чётко знаю, какое число. У меня сегодня выходной, поэтому можно не помнить числа. А то постоянно снимаю видео, и я к вам спиной. Ну, вот так вот. То Алузька лохматая. Тут, блин, я опоздала. Вон она поехала. То ещё какая-то, понимаете. Так что, а сейчас перевела себя... Ой, господи, споткнулась. А что там было? Непонятно. Божеский вид. От пятницы до пятницы не выходило... А, нет, субботу с Дианкой выходили. Вот, от субботы до пятницы не выходило из дому. Не было необходимости, плюс работа. Плюс Мартен и некогда. Ладно, что, я ускорюсь. У меня, наверное, ещё есть 10 минут. От трамвая до трамвая. Блин, как я так уздала, ё-моё. Потому что я расписание, аж не знаю. Вот и опоздала. Мы зашли здесь покушать, выпить кофе. Посмотрите, какая интересная подача. Боже мой. Что-то вот это. Глянь. А это что, лимонад? Вот это красиво. Вот это да. Супер вообще. Я люблю такие штукенцы. А это нам принесли вот такой вот напополам разрезанный шаурма. Я первый раз такое вижу на самом деле. Не знаю, когда. В Алании. В Алании? Ну ладно. Не помню. Вообще не помню. Здесь мы посидели. Ну и выходим, теперь уже направляемся. Пойдём по вечернему кайсере пройдёмся. Давно уже не ходили. Татьяна. Вообще-то по-хорошему нам нужно в Мигрос. Купить рис. А рыбники закрыты, не закрыты. Ё-моё. Идём в сторону. А что с рисом? Может из простого сделаем? Оно получится? Не знаю. Неизвестно, получится, не получится. Пока вам покажу тогда просторы кайсере. Короче, съели с Дианкой по шаурме. Она здесь стоит 90 лир. Ну что могу сказать? Вот шаурма за 90 лир. Это, ну, скажем так, хлеб. Так, курицы чисто так. Ну, чтобы запах был. Очень много петрушки и синяя капуста. Ну, естественно, да, Диана. Соусы. То есть кетчуп. Что там? И майонез. Вот такая вот шаурма. Но в кайсере вообще она невкусная. По мне так она сухая. Ну, реально невкусная. Мне в Хаттайе больше не нравилось, чем я здесь. Не нравилось тебе в Хаттайе? Мне в Хаттайе не нравится. И до сих пор не нравится? Да. Вот же, что я недавно ела. И сегодня, что мы ели сегодня, и Хаттайскую я бы взяла Хаттайскую. Ой, взяла бы эту, господи. А я бы нет. Я бы взяла Хаттайскую, потому что она, ну, там, они какой-то свой... Ну, Хаттайская свой соус. Мне вот и не нравится. Свой соус. Вот. А мне наоборот нравится. Потому что вот это, я вот ее ем. Я же не запиваю ничем. Просто ее ем. И мне приходится вот прям порой себя по рудной клетке стучать. Ну, вот на стаканах не сухая. А запивать и ничем не запиваю. Еду. Переходим. А мне еще нравится в этой шарме, что здесь есть морол. Ну, мне так больше. А, ну, здесь морол и очень много петрушки. Ты заметила? В Хаттайской все очень жирное. Жирная картошка. Ну, согласна. Жирная картошка. А лучше все эти вот маринованные. Да, перчик остренький. Вот и вкус. Вкус Диана есть. А вот в этой нет вкуса. Ну, то есть, немножко этой самой. Пошли, покажи. Уже давай ускоримся. Как замерилось внезапно. Немножко курицы, чисто так, для понта. Синяя капуста. Петруха. И майонез, блин. И немножко кетчупа. Все, больше ничего. И майонеза тоже там. Честно говоря, я даже не заметила, где он там был. Ну, да ладно. В общем, неважно. Нынче настали такие времена, что... Майму, тыска, майму. Хочешь... Дело в том, что... Дианка, а вот вы брали в майданозе, да, вот шаурму, но она хотя бы вкусная, мясная? Не очень. Не очень, понимаете? Поэтому здесь такое дело. Она была так же, как и здесь. Ну, прикинь. Она была в основном тесто. Еще она размягшая. За счет вот этих, наверное, какого-то соуса политого. Вот, сюда мы выходим. Короче, я же накропала список. То, что я должна купить, я его благополучно забыла у себя на столе. Короче, идем за рыбой. Все, тогда решили, идем за рыбой. А рис, ну, мы нигде не купим, поэтому будем готовить из простого риса. А ты хочешь? Я думала, да. Дианка, я знаю, но мы хотели, но как мы с рыбой пойдем? Так что мы сейчас с рыбой домой? Ну, ладно. Нет, а ты в форуме хочешь куда? В какой магазин? Можно и посмотреть. В какой магазин? Вот смотри, у нас тут вот есть. Нет, одежды. Там везде одежда, доченька. Если ты хочешь какие-то определенные, то пошли. Да, какие-то определенные. Ну, просто, чтобы рыба не стукла. Я вот за что. Мне все равно. Мы сейчас покупаем рыбу домой. Ну. А куда ты хотела с рыбой-то ходить? Не знаю. Ну, хорошо, пошли в форум, но только, допустим, пошли в де-факто и в катон. А? Что скажешь? Ой, глянь, сделали. Вот это везде теперь крутится. типа, если мы маялосходим, то будем мы быстрее. Вот из этого майданоза я ела. Да. Ну, просто Дианка, но они не знают, как делать. Я уверена, что то неправильный совершенно соус. Ну, очень вкусно, похож на хатайскую. Да? Очень вкусно. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, короче, идем за рыбой. Я вам покажу цены на рыбу. Так, вот здесь. Вот там мне не подходят куски красной рыбы. Мне же надо немножко взять красной для того, чтобы засолить. Хамси, карадынис по 190 лир. Это сумасшествие. Подожди, вон. Вот, вот, вот. 265. Смотрите, вот этот сумм 206. Ну, она, блин, это, она разделана или неправильная, или мороженая. Чего она такая рыхлая, вся разломана? Пошли в другое место. Мне такое не нравится. То ли она была мороженая, и не разморозили и раздербанили. Ну, короче. Сейчас что-то посмотрим. А это что? А это почищенная хамси. Вон еще одна точка. Хотела показать вам стоимость. Да, давай. Доставай воду сейчас. Пошли, ладно, пошли на рыбу. Я сейчас немножко цены вам покажу. Паламут. Вот это вот 120. Это тоже 120. это что у нас? Алла-балык. Дианка, Алла-балык. Тоже 120. Так, это у нас леврек 250. Я не знаю, как на русском. Чупра. Чупра. 285. Ну, мне такие кусочки не подходят. Вот это, в принципе, ничего. Мама, она всегда чем-то отдает. Да, ты права. Поэтому не надо. Так что, а вот это у скумбрия, правильно, 150 лир, что килограмм. Короче, не было красной, нормальной, поэтому мы, слушайте, а там, Дианка, то норвежская была, 265, а 250 турецкий, суммон, красная. Но она вот отдает, Диана мне напомнила, иногда ее жир не очень такой вкусный и чем-то какой-то душок, не знаю, своеобразный. Поэтому мы взяли две штуки скумбрии. Две штуки скумбрии потянули на 97 лир. Ну, то есть, 650 грамм там было, да, а килограмм 150 лир. В общем, все, двигаемся дальше. Зашли мы с Дианой в торговый центр. И там в Катоне, слушайте, ну, конечно, там спортивных штанов, что мы хотели купить Дианой, тем более с начесом Диан. Но их, по идее, там еще, ну, и не должно быть, потому что это еще не сезон, да. Ну, с ветра, да, уже там некие куртки повыкладывали. Куртки, в принципе, и были, пальто. Полупальто. Ну, Диана себе насмотрела такую, такую летнюю футболочку. Сейчас там скидки на лето. Поэтому мы вот это купили, опустили семьи, раз, купили все-таки то, что мы долго искали. И все. Сейчас мы идем на трамвайчик. Конечно же, я хотела себе веник. Вот там мы видели веник, но тягаться с ним по всему городу как-то, ну, не сильно хочется. Так что, слушайте, шушайте, шушайте. Веник 250, 200, 180. Вот такие цены на веники. Дианка мне говорит, зачем тебе эти старческие веники? Ну, так дело в том, что он удобен. Иногда. Ну, понятно, у меня есть... Ничего нет. Робот есть, есть простой пылесос, есть маленький такой веничек. А мне нужен хороший веник. Потому что, вот, например, сегодня Минош корм рассыпал, понимаешь, ты его собрал, а мелкие вот эти корминки, они остались. И у меня вчера была уборка. Зачем мне снова там запускать пылесос, я могу веничком чик-чик-чик пылесос тянуть, как-то лениво. Робот у меня... Надо посмотреть, да. Выходи. Сидишь тут. Не вылазно. Мы уже пришли. Тут у нас, видите, народ. Народ гуляет. Время сколько? Пол девятого, да? Миношустик. Да, мама, да, рыбу купила. Сейчас солить буду. Ох! Мам! А-а-а! Так, на один оборот закрыла, давай-ка на второй. Так, Дианусик. Ага, вот смотрите, вот такую она купила себе. Сейчас сразу покажу. Вот такую. Алоха. Летнюю. Да, на лето, на следующий год. Можно даже, может, и сейчас еще поносить. Фихи его знает. Минош, ты молодец, бросил. Дианусик, где? Вообще, то, зачем мы вообще ездили, ходили. Вот, это рыбинька. Сейчас я ее буду это солить. Солить, солить, солить. А, тут еще айран, это ж я ж не пью. Надо его, кстати, поставить. И поэтому я их забираю, эти айраны. не это. Дианусик, ну реально, ты хочешь, пожалуйста, делай. Ты дубайский шоколад. Показывай. Так, встала впереди меня, ему пройти. Так, вот такой вот, видите, фысты, кремосы. Ну все. Он, наверное, сам по себе вкусный, даже без шоколада, если честно. Да, конечно, давай откроем. Челешоныш, наконец-то, целый день не уходила из комнаты выходить. Я уже уходила, просто, ну не могла ее вытолкнуть. Ну, оставила ее там, поставила ей корм, а горшок у нее там есть, и поэтому. Ты только понюхай. О, пахнет. Как? Конечно, сладкий. Что за вопросы? Фисташкой. Классно. Можно так ложками есть. Естественно. Стоит он сто, сколько? Сто восемьдесят пять. Сто восемьдесят пять лир. Вот такой вот, мы его нашли в Мигросе. Филешки не было, потому что обычно, я думала, блин, разъезжается. Да, давай ложечка чуть-чуть, и мне. Ой, все, мама пришла спать, а Челеша уже готова. Не трогай, пусть она сей лежит. Она тут уже. Все, мы уже ложимся отдыхать. Челеша в своей кроватке. Покажи, как ты меня лежишь. Покажи немножко. Все, Диан, покиньте нашу комнату, мы уже будем спать. Да, Челешоныш? Шефталик. Шефталик. Диан. Ну что, смотри, как он сюда смотрит. Шефталик. Мась. А мама там тебе кошелочку поставила. Ну, вы не хотите с минушем. Не знаю. Пацаны какие-то другие. А девочки, они... Пацанам нравится пол. Да, 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 да. По-босяцки, знаешь. А вот девчонки по корзинкам. Ну, ничего, я еще одну сделаю, хоть я и сделаю. Конечно, спать никто не будет, да, Челеш? Но, будем пробовать, как говорится. Все, короче, мы ложимся спать. Сейчас еще слова повторим и с Челешей будем спать. Всем спокойной ночи.